Всем привет и слава Украине! Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу с вами я, Гелла Насадзе. И сегодня у нас на связи из Токио хорошо знакомый и любимый нами Сергей Корсунский. Приветствую, Сергей. Очень рад вас видеть. Привет. Взаимно. Сергей, начнем серьезный разговор и серьезный разговор о месте Украины в системе международных отношений с собой. Российская парадигма, которая очень эффективно, на мой взгляд, продвигает Москва ее. Она состоит вот в чем. Те, кто за Украину, те за США иная колониализм. Стоит ли объяснять миру, что Украина, конечно же, не Россия, но и не США тоже? Я думаю, что не стоит тратить время, чтобы переубеждать сильно убежденных. Особенно если послушать вот последние дебаты, первые точнее, последние, это значит вчера, дебаты республиканских кандидатов. Там есть несколько персонажей, не хочу их обижать эпитетами, но ведь это же можно с ума сойти, что они несут. На самом деле это просто очень низкий уровень понимания ситуации. И, кстати, я хочу сразу на этом сакцентировать внимание, что, мягко говоря, многолетний опыт, мой не только мой, анализы того, что писали, пишут о России, об Украине, люди, особенно люди на Западе. Ну, я молчу про россиян, понятно, там пропаганда, там есть четкие методички, но даже многие на Западе, они ничего не понимают в том, что происходит. Вот что обидно. Редко встретишь реально глубокую статью. Существует масса навеянных советским периодом шаблонов, которые перешли плавно из советской школы политологии в русскую школу политологии. И вот они на все смотрят через призму тех времен. На самом деле мы многое помните, вы отлично это знаете, сколько лет мы разъясняли нашим партнерам Европейском Союзе, американцам какие-то вещи. И что мы слышали в ответ? Что, ну, это не так, вот надо перезагрузку. Ну, вот если вспомнить, это же ужас. Ведь фактически при содействии и Клинтона, и Обамы, так сказать, вот этот режим развивался путинский. То есть, ну, откровенно будем говорить. Они, собственно, это сами уже признают. Они, конечно, не хочется говорить о своих ошибках, но сейчас мы же знаем, что если бы была реакция в восьмом году на события в Грузии, если бы была реакция в четырнадцатом году на начало агрессии против Украины, то этой войны не было бы. Но такой реакции не было, потому что никто в нас не верил. И нам стоило десятков тысяч жизней и кошмара абсолютного, который происходил в первые месяцы оккупации, особенно когда враг уже стоял фактически на пороге Киева, и доказать, что мы не Россия, что мы другие, мы не те, о чем писали бесконечно. Я сам же работал в Вашингтоне в 2000 по 2005 год. И я прекрасно помню историю с кольчугами, например. Ведь сколько русская пропаганда сделала нам гадостей, рассказывая и подсовывая американцам идею, что мы продали кольчуги Ираку. Чего мы не делали. И ведь когда произошло освобождение, и когда не нашли ни одной кольчуги, ну что, кто-то разве обратил внимание? Некогда было, потому что дальше пошли события, значительно более важные для политики США. Но мы-то об этом помним. И это не одна операция, это бесконечная история. Поэтому, ну что сейчас об этом говорить? Действительно, мы очень тесной координацией с Соединёнными Штатами. Это неудивительно. У нас с 2011 года соглашение о стратегическом партнёрстве. Мы очень серьёзно работаем с европейскими партнёрами, не только с американцами. Мы понимаем, что наше будущее в Европе. И нам обязательно нужно, чтобы нас хорошо понимали и в Берлине, и в Париже, и в Лондоне, и в Варшаве, и в других столицах. Поэтому это глупости. Мы очень внимательно слушаем, мы очень внимательно советуемся, учитываем их позицию. Но вы, наверное, тоже это слышите. И это не слова. Поверьте, это я вам же могу сказать с профессиональной точки зрения. Это не слова. Что окончательное решение за Украиной. И то, что происходит, и вы это видите, и то, что сейчас мы начали отвечать на эти варварские бомбардировки гражданских объектов и убийства людей, это наше решение. И мы понимаем обеспокоенность наших партнёров непредсказуемыми действиями сумасшедшего диктатора. Тем не менее, мы будем действовать так, как считаем нужным. Поэтому нечего переубеждать сильно убеждённых. Мы знаем, что мы делаем. И поверьте, никаких розовых очков относительно того, какова ситуация в мире в отношении многих аспектов этой войны, для нас не является секретом. Но у нас нет другого выхода. Мы это объясняем беспрерывно. Если мы остановимся, нас уничтожат. Нас уничтожат более жестоко, чем это происходило во время Второй мировой войны, во время Голокоста. Жестокость русских не имеет равных. Это абсолютно... Я не могу их назвать ни людьми, ни животными. То, что мы знаем о том, что происходит на поле боя, когда наши солдаты освобождают деревни, когда они слышат из первых рук очевидцев зверства, которые происходили в отношении детей, в отношении пожилых людей, эти бессмысленные убийства, массовые казни. Это не имеет под собой вообще никакого даже самого малейшего сомнения. Мы не можем остановиться, пока мы не освободим территорию, и пока мы не будем иметь возможность каждый раз сдавать по зубам, когда они снова захотят сунуться. Ну, звериная сущность империи, кстати, я обещал себе внутренне не отвлекаться. Но, тем не менее, вот тут я немного отвлекусь и спрошу вас. Когда говорят развал Российской империи в 1917 году, развал Советского Союза в 1991 году и так далее? Там, ну, Московское царство мы можем не вспоминать, но вот Московия, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Разве они разваливались? Разве это не одно и то же государство, просто под разными названиями, и от него просто отпадали куски какие-то? Ну, просто империя была больше, потом она съеживалась, и сейчас эта империя существует в виде Российской Федерации, на территории которой существует масса народов, которые, как известно, испытывают друг другу необъяснимую любовь. Но только это до тех пор, пока им не дать руки-ножи и не дать возможность столкнуться. Вы же это знаете, на Кавказе тоже такая же ситуация, ведь веками просто уничтожение национальных элит, это же тоже традиция империи, как они нас уничтожали, как они вас уничтожали, они это постоянно делают. Поэтому я думаю, что это просто трансформация одной и той же империи, просто она как шагренивая кожа. И вот сейчас она в заключительной стадии, потому что если останется белая раса, то эта белая раса не сможет защитить себя даже от рогатки, не то что от серьёзного оружия. Мы же это понимаем. Разнеженные москвичи санкт-петербургцами, которые привыкли вальяжно покуривать длинные, в длинных мундштуках сигареты, в эльветовых перчатках, они не могут воевать, они ничего вообще не могут. Они могут только красть, что они и делают. Поэтому мы, я думаю, будем свидетелями её развала, просто этот процесс должен быть контролируемым и, конечно, он не будет быстрым. Было очень естественно в 1991-м то, что происходило. То, что будет сейчас, будет болезненно, потому что дольше всё это было сковано не только какими-то бизнесом, какими-то экономическими связями, но и страхом, прежде всего. Несомненно. И когда мне говорили о том, что вот Советский Союз развалился не так, как Югославия, я только требовал, улыбался постоянно. В общем-то, это понятно. Переходя к нашей основной теме, есть такие понятия, как коллективный Запад и глобальный Юг. Понятно, что они весьма и весьма условные. Терпеть я к нему куплю. Я тоже терпеть не могу. Вот я ненавижу два понятия. Я ненавижу понятие постсовок. И ненавижу вот это понятие коллективный Запад и глобальный Юг. Но приходится их применять для обобщения. Кочешь, не хочешь. И вот за последнее время сразу же несколько рэперных, я считаю, событий произошло. Саммит в Жиде, саммит в Кэм-Дэвиде, США, Южная Корея, Япония, Крымская платформа, сходняк китайской элиты, о котором я узнал благодаря вам, кстати, не знал. И саммит в БРИКС. Я понимаю, что очень глобальные темы, но давайте попытаемся кратенько обсудить эти события, потому что они нас выведут, я думаю, на очень-очень интересные выводы. Итак, саммит в Жиде. Саммит в Жиде – это… Теперь я просто тезис сбрасываю. Главная засада в чем? Россия сегодня очень выгодный партнер. Ну, попросту говоря, еда. Для оголодавших вот этих и не очень оголодавших стран, которые могут пользоваться. И на саммите в Жиде Глобальный Юг сказал Западу, что нам нужна еда, и если вы нас бьете по рукам, когда мы к ней тянемся, то что вы нам можете предложить взамен? Насколько это упрощается с моей стороны? Ну, давайте только чуть-чуть поправим. Значит, это не был саммит. Это были не главы государства. Да, это были советники по политике и национальной безопасности более 40 стран. Меня уже поправляли, но я все равно ошибаюсь. Ну, саммит а-ля Жиде еще впереди. Саммит мира по формуле мира еще впереди. Значит, ну, что там происходило? Значит, во-первых, это ответ на ту критику и на те разговоры, которые достаточно долгое время уже, ну, я так скажу, несколько месяцев шли среди наших партнеров в первую очередь, о том, что война должна привести к какому-то договорному результату. Эту тезис, войны заканчиваются за столом переговоров, я слышал миллион и сто тысяч раз. Ну, просто есть разный способ переговоров. Е-капитуляция, очень хороший, короткий способ. Вот, есть способы такие, как это было в Первую мировую, когда это было почти ультиматум, но, тем не менее, там еще какой-то процесс переговоров шел. Но, возможно, в результате, после нашей победы, будет этап переговоров об условиях капитуляции или, так скажем, компенсации ущерба нанесенного. Но, на самом деле, речь идет о более серьезных вещах. Речь идет о том, что глобальная архитектура безопасности не работает. Вот на этом сейчас поставлена точка. И эту точку поставили все. Ее поставил Китай, ее поставили США, Европейский Союз, НАТО и все остальные. Понятно, что система безопасности не работает. Договора об ограничении вооружений все практически, кроме, может, одного, если я не ошибаюсь, а, возможно, уже и все, они разорваны. Никакого Совета безопасности ООН не существует в том виде, в котором он должен реагировать на вызовы. Значит, договора о размещении вооружений в Европе и так далее, все это ликвидировано, все исчезло. Таким образом, возникает ситуация, при которой ядерная гонка становится неконтролируемой, потому что уже не два собственника ядерного оружия, как это было при Рейгане-Горбачеве, а их уже восемь. И этот процесс может дальше стать девять, если Иран, не дай Боже, до этого дойдет. То есть процесс как бы становится неконтролируемый. Вопрос. Вот как наша война? Ведь этот процесс начался до этого этапа агрессии, которому вчера исполнилось ровно полтора года. Так вот, война, этот этап агрессии, война против Украины, она стала катализатором окончательного понимания ситуации, потому что все еще на Западе и в НАТО, в том же, мы-то помним, дискуссии до 24 февраля, все еще было такое понимание, да ну нет, ну что вы, ну как же, ну как Россия, ну вот же, вот их представительство при НАТО, вот же, ну как же, вот же договора на столе, но они, конечно, на это не пойдут, они должны нам продавать то и все. И пошли. То есть вот это стало катализовать. Теперь стали понятны, что взамен. Вот какая архитектура будет взамен? Что будет дальше? А что, и сразу проекция идет на Азию. Вот это агрессия. А что будет в отношении политики Китая, в отношении Тайваня? Как воспринимать заявление Си Цзиньпиня после съезда КПСС, на котором, КПК, извините, на котором он был избран в третий раз, значит, окончательно и бесповоротно, значит, как понимать его заявление, армия Китая должна готовиться к войне. Как воспринимать заявление Ким Чен Ына о том, что ядерная война неизбежна. То есть, как на все это отвечать? И, кроме всего прочего, благодаря мощнейшей пропаганде России, плюс Китая, потому что, почитайте, государственные китайские источники, особенно англоязычные, но это повторение, значит, того, что говорит ТАСС. ТАСС и Захарова с этими сумасшедшими клоунами на их ток-шоу, то есть идет массивная пропаганда, что США виновны во всем на свете, что не учитываются интересы глобального юга и так далее. Все это привело к тому, что действительно, вот в огромном количестве стран, которые сидят на заборе и не обирают ничью сторону, и которые не хотят, кстати, избирать эти стороны, и это не потому, что они глупые, а потому что они маленькие. Они не могут противопоставить себя ни США, ни Китаю. Они хотят со всеми сотрудничать и жить в мире. Поэтому возникла ситуация, что они хотят быть услышанными, и они это дело активно артикулируют. В результате Соединенные Штаты как бы потеряли инициативу в том плане, что они больше не могут одноособно выдвигать какие-то концепции будущих архитектур мироустройства. Ни политической, ни безопасности. И мы сделали эту работу. Мы сделали в контакте с ними, в контакте с Семеркой, особенно с Семеркой в первую очередь, и с другими странами, которые мы привлекли, той же Турцией, той же Саудовской Аравией, той же Индией. То есть мы попытались привлечь другие страны, которые уже находятся находятся в этом таком зонтичном названии глобальный юг, чтобы они тоже приняли в этом участие. И это сработало. В это не все верили. А это сработало. И посмотрите, как было удачно выбрано место. Саудовская Аравия, которая однаково может хорошо разговаривать, что с Китаем, что с США, что с Россией, что со всеми остальными. Все ее хотят, потому что мы понимаем, почему. И она хочет, она хочет быть более важной, она хочет быть видимой. И она с нашей подачей, с нашим участием, с помощью наших партнеров организовала вот такое серьезное мероприятие, на котором обсуждалась глобальная концепция безопасности. И поэтому все приехали. Там обсуждалась формула мира Зеленского. Эта формула мира касается, если внимательно ее почитать, она не только Украины касается, она всех остальных тоже касается. Там вопросы более широкие, чем только Украина. Поэтому это было важное мероприятие, на котором мы дали возможность высказаться всем тем, кто считает, что их как-то зажимают и не дают им высказываться. Мы дали возможность каждому стать соучастником. Выбирайте из 10 пунктов. Хотите заниматься ядерной безопасностью? Занимайтесь. Вас интересует экоцит? Пожалуйста. Вас интересуют другие аспекты вопросов безопасности? Ваш выбор. И давайте вместе будем работать над наполнением каждого пункта конкретным содержанием. Вот в чем суть. И я считаю, что это мероприятие было крайне важным. Оно продемонстрировало, что можно такие инициативы продвигать, даже не будучи Соединенными Штатами, но, конечно, при их участии. Но никаких даже мыслей нет о том, чтобы в этот процесс пригласить агрессивную, агрессивную, бандитскую Россию. В ее нынешнем виде она не может быть участником этих процессов. А все остальные страны могут. И те самые Бразилия, Индия, Китай. Все приехали. Очень хорошо. По поводу формулы мира, это очень важное замечание, что она, в общем-то, универсальна. И она... Именно. То есть те, кто против формулы мира, и те, кто говорят, ну давайте, что не все так однозначно, давайте все-таки, может быть, пускай применят эту формулу мира на себя. Просто возьмут, наденут на себя и скажут, все ли так однозначно. И если не все так однозначно, то, значит, как там в пору нашей юности говорил Михаил Сергеевич Горбачев, перестройку дадут начинать с себя. Вот пускай начнут перестройку тогда с себя. Правильно. Но мы даем возможность каждому принять участие. Это очень важно. Она инклюзивна, понимаете? Потому что, если вы начнете говорить о реформировании Совета Безопасности ООН, за что будет драка, кто будет там сидеть. Правильно? То есть начнутся драки между разными странами. Каждая будет доказывать. Я самый важный тут, а я самый важный тут. А у меня больше всего население, а у меня больше всего ракет. Значит, а тут сейчас идет инклюзивный процесс. Пожалуйста, давайте вместе все поработаем над этими пунктами. У вас есть дополнительные идеи? Ну давайте обсуждать. Это хорошо. Но если вернуться к практической сфере. Вот программа, те программы, которые называются... Которые про Украину касаются Украине. Практически все программы у меня касаются Украины. Если я политики Кавказа обсуждаю Украину, это одно. А вот те программы, которые про Украину называются все будут Украина. Хотя очень долгое время я менял названия. Ну, они были связаны с войной, потом подумал, ну, его нафиг, пускай все будет у Украины, потому что это лучше всего отражает. Но война является сейчас, в общем-то, основной и главной составляющей, когда мы говорим про Украину. И вообще это промит наш сегодня, так или иначе. Для кого-то, может быть, и нет, но для тех, кто понимает и переживает, это так. И в практической среде, да, война идет на полях сражений, замечательно и у меня описывают, спасибо Мишу Самусю, спасибо Юлию Федорову. Война идет и на дипломатическом фронте. Но в практической среде одна из важнейших составляющих не дать России создать, слово паразит у меня, экосистему выживания в условиях изоляции. И вот тут очень серьезно я вижу противоречие, которое, ну, наверное, то, что мы называем коллективным Западом, и, прежде всего, США должно разрешить, но, конечно же, при активном участии Украины. Как сделать так, чтобы страны вот этого самого глобального юга, все страны, которые не являются прямыми союзниками и партнерами Украины в этой войне, чтобы им было невыгодно помогать России выживать? Я оставил в покое Китай, а вот те самые страны, о которых вы говорили, которые маленькие, маленькие страны бывают, компактные, значит, средние, может быть, крупные, но со своими интересами. Ведь сейчас, повторюсь, это очень выгодно, получать ресурсы от России, они очень дешевые, и на русских сегодня можно делать деньги. Ну, деньги можно делать же на всем, если очень сильно захотеть. Значит, процесс такого убеждения и такого понимания, он будет очень долгим. Вот я сразу перескочу через пару саммитов, которые поминали, и придем к Бриксу. Но ведь это, извините, просто смешно смотреть и слушать эту ахинею, которая там происходит, и мне жаль глав тех государств, которые туда приехали, участвовать вот в таком цирке с Лавровым вместе. Особенно, когда еще я прочитал список, кого они собираются туда включить. О чем идет речь? Вы можете, вот я, например, никак не могу, сколько не читал, сколько не слушал, сформулировать положительную концепцию этого всего. Что они хотят? Все, что слышно, формулируется так, дружить против Америки. Но в это же время, примерно во время саммита Брикс, была опубликована статистика о том, что объем торговых сделок в мире в долларах рекордно вырос за последнее время. Но это лучший ответ. То есть, вы, ребята, прекрасные все страны, очень важные, Индия, Бразилия. Или вот они как себе представляют будущую систему? Вы говорите, дружить против Америки, а торговать вы как будете? Вы между себя хотите торговать в национальных валютах? Это займет примерно полгода, после чего все станет. Потому что уже сейчас, например, знаете, какая проблема между Индией и Россией? Когда Индия платила России рупиями, а теперь Национальный банк Индии, он запрещает конвертацию рупий за границей. И теперь русские ничего не могут с этими рупиями сделать. Потому что никто не... Правда, могут. Могут. Я знаю, они могут купить индийские государственные обязательства и получать... А, это пожалуйста, да. Индийские, пожалуйста, да, конечно. Но им-то же не это надо, правда? Они же хотят покупать не индийские, а они хотят покупать совсем что-то другое. То есть, вот это... А теперь представьте себе, когда-то будет там 11 стран. Ну, это просто глупости, это нереально. Это вот можно, например, сейчас внутри АSEAN, они договорились. Такое возможно, но только локальные рынки, понимаете, внутри объединения. Но если вы хотите, пожалуйста, посмотрите, сколько ваш весь... Это Путин, только гений всех времён и народа, мог сморозить такую чушь, что сказать, что страны БРИКС по паритету покупательной способности превысили семёрку. Серьёзно? Так я хочу сообщить товарищу бункерному деду, что только на руках у японских граждан 15 триллионов долларов. При ВВП 5, у него в почтовом банке у них лежит 15, которые равняются ВВП Китая. Поэтому перед тем, как что-то говорить вслух, лучше заткнуться, потому что ничего не понимаешь в этих вопросах. Я уже не говорю о том, какого потенциала у остальных государств. То есть, все эти долги и так далее, ведь это несерьёзно даже обсуждать. Да, на внутреннем рынке это есть проблема, там это надо регулировать. И это дело, да, инфляция, да, девальвация валют происходит, но это во всём мире происходит. Потому что накачали экономику, ну, это длинный разговор, но совершенно несерьёзно говорить о том, что можно дружить против. Поэтому, как какой выход, вот правильно вы говорите, какой выход, а выход такой, как с моей точки зрения. Я давно об этом писал и продолжаю считать, что США и Китай должны найти форму диалога. Они просто обязаны это сделать. Они должны договориться о цивилизованной конкуренции. И, между прочим, мне очень приятно, что после периода обмена достаточно жёсткими обвинениями и уколами, они начали этот диалог. И вот сейчас на 20-ке в Индии ожидается очередной саммит между Байденом и Си Цзиньпинем. А сейчас там находится министр торговли США в Китае. Ну, полтора триллиона долларов товарооборот Китая, СССР и США. Полтора триллиона. И они не могут себе позволить в нынешней ситуации Китай. У них с экономикой очень серьёзная проблема. И они не могут себе позволить разорвать торговые отношения. И американцы им говорят, а мы не собираемся. Мы не хотим разорвать с вами ничего. Мы не хотим ограничивать торговлю. Давайте договариваться. И вот это дело с китайцами договариваться очень тяжело, поверьте. Поэтому этот процесс идёт. Он идёт очень тяжело. Но он ключевой момент. Если все остальные увидят, что два реально сверхдержавы, которые не на словах, не потому что у них 6000 ядерных боеголовок, а потому что эти государства доказали свою способность к эволюции, к развитию, к модернизации и к учёту даже ошибок, которые совершают все. Никто не идеален. Значит, они между собой договорятся о каком-то процессе. Это очень важно. Всему этому очень сильно мешает агрессивная Россия, которая сегодня как бы придаток, такой агрессивный, нервный, психический придаток Китаю, который, как вы понимаете, совсем не заинтересован в войнах. Ему для того, чтобы торговать, войны не нужны. Но у него есть свой тоже политический порядок Денны, который он тоже там продвигает. Поэтому это немножко сложная конструкция. Но это начало-начал. Они должны между собой договориться. Кроме того, для того, чтобы этот самый глобальный юг, вот эти самые государства, которые хотят быть услышанными, им надо возможность высказываться, дать высказываться. Я это вижу через то, что вместо того, чтобы давать им рыбу, им надо давать удочку. То есть я бы на месте умных людей, которые знают значительно больше, чем я, но такая ключевая идея – это посмотреть, как можно организовать торговые режимы в отношении стран Азии и Африки, которые пытаются стать на нормальный путь развития, то есть которые очень стараются стать демократическими, стабильными экономиками, дать им возможность торгового режима, который стимулирует их к этому, ограничив, возможно, собственные выгоды. Потому что это, безусловно, мы прекрасно это понимаем. Это не подлежит никакому сомнению, что период 70-х, 80-х, вот этот период глобализации западные государства использовали по полной программе. Ну, постколониальный уже, я имею в виду режим, период развития экономик. И, конечно же, эти государства теперь, которые называются глобальным югом, там подросло образованное поколение. Там подросло поколение, которое уже разбирается в политике. Это люди, которые уже умеют формулировать. Кстати, очень я был приятно удивлен, и вот этим, когда Путин пригласил африканские государства в Москву и попытался изобразить встречу... Время белого человека. Да, белого человека. Да, и вы слышали, как они ему ответили, кроме Буркина-Фасо, да? Они ему сказали, мы сюда приехали не за взятками, не за бесплатным зерном. Мы сюда приехали услышать, что вы готовы с нами серьезно сотрудничать. Это потрясающе, потому что раньше так бы не было. Вот этот процесс нужно сейчас было бы подхватить и развивать. И мне кажется, то, что я слышу, я, возможно, не так глубоко слежу за этим, но я слышу за тем, что говорит Япония с этим страном. Что говорит этим странам те же Соединенные Штаты. Что этим странам говорит Украина. Наш министр уже третий раз сейчас в туре по Африке. Мы им говорим, что мы готовы вас серьезно слушать и привлекать вас к серьезным процессам. Мы абсолютно не ищем никаких выгод. Мы никогда не были колониальной страной. Мы никогда не имели никаких колоний, никого не завоевывали. Это мы были страной, которая находилась в колониальном подчинении, потому что они нарушили в 17 веке договора, которые были подписаны с независимой Украиной. Это на тот момент с Украиной Богдана Хмельницкого. То есть мы им объясняем, что это война колониальная. И это надо продолжать делать. Они должны это слышать. Но одновременно, еще раз, мы будем видеть, несомненно, мы будем видеть процесс. И он не будет линейным. Он будет с колебаниями. Потому что очень трудно дается это переубеждение. Я вам честно скажу, я разговаривал с одним очень знающим индийцем. Потому что Индия нас очень интересует. Как вы понимаете, ее позиция крайне важна. Здесь, в Токио, очень серьезный человек, который хорошо понимает, как мыслит Индия. И я у него спросил, ну как же так? Ну почему вы покупаете эту нефть, вы поддерживаете фактически Россию? Он сказал, во-первых, чтобы вы даже не сомневались, мы все прекрасно понимаем, мы поддерживаем вас. Но вы тоже должны понимать, у нас полтора миллиарда населения. У нас сумасшедшие проблемы с экологией, с климатом и так далее. То засуха, то наоборот. Значит, нам нужно сейчас, и у нас Китай. И посмотрите разницу ВВП на душу населения Индии и Китая. Она уже там, по-моему, в четыре раза. То есть мы должны экономику как-то развивать. И поэтому мы вынуждены учитывать интересы разных стран. И при этом он сказал мне, он говорит, еще я вам хочу сказать. Вот если что-то, например, Вашингтон-Пост напишет про Индию хорошее, то для правительства Индии это плохо. Потому что пересечный индейец воспринимает Соединенные Штаты негативно. Как вы можете это понять? Вот как? Почему это случилось? Это надо идти вглубь десятилетий, смотреть на советский период и так далее. Но у них ментальность и очень много стереотипов, навязанных Россией. И с этим бороться. Мы не можем это побороть за месяцы. Но процесс должен идти. И, как мне кажется, он идет. То есть мы видим, что МОДИ ездит и на Семерку в Хирошиму, и там очень положительно все выглядит, и на БРИКС. Но нельзя их в этом обвинять, потому что руководить страной полтора миллиарда населения – это не фунт изюма скушать. Поэтому тут надо понимать, что эта страна имеет свою специфику. Но надо продолжать очень серьезно работать. Но ключевой момент – это то, что мир должен увидеть, что конфронтации между двумя ведущими государственного мира, откровенной, которая может привести к войне, нет. Они между собой конкурируют, но они конкурируют как бы цивилизованно, и поэтому все остальные имеют право свободы выбора без последствий. То есть если какая-то страна хочет больше сотрудничать с Китаем, это не значит, что Соединенные Штаты сразу начнут против нее какие-то санкции. Легко ли это? Ух, как нелегко. Но я не вижу другого варианта. И я, кстати, вот вы тоже помянули этот саммит исторический – США, Япония и Южная Корея. Ведь вот в наших, так сказать, краях, если сказать, что этот саммит состоялся впервые, кто-нибудь это поймет? Как впервые? То есть страны США имеют договора о безопасности и гарантии безопасности и Кореи, и с Японией, и там, и там стоит воинский контингент. Это ближайшие союзники Соединенных Штатов. Все про это знают. Оказывается, все саммиты до сих пор происходили исключительно в рамках многосторонних форумов. Впервые они собрались вот специально, втроем, потому что, как мы знаем, между Кореей и Японией существуют со Второй мировой войны еще незакрытые гештальты. Они сейчас их закрывают. Это тоже процесс очень непростой. То есть вот эти все нюансы, как только начинаешь копать, особенно, вот это особенно касается государств так называемого юга, а если говорить по-человечески, то это просто Азия, это Африка, это Латинская Америка. Там столько между собой нерешенных проблем. А в Латинской Америке, где на Эквадор, Чили, там и кто-то, там же на границе тоже бесконечные какие-то военные столкновения идут. То есть везде есть над чем работать. И вот для того, чтобы это все решалось, большие государства, те, кто реально имеют влияние в мире через торговлю, через позицию в Совете Безопасности и так далее, они должны показать пример, что можно найти цивилизованный механизм решения любых споров без применения военных действий. А если вы применяете, то автоматически, не по желанию, а автоматически по отношению к агрессору будут приняты контрмеры, которые отрезвят этого агрессора и поставят его на место. На сегодняшний день такого механизма нет. А его надо создавать. Вы сказали огромное количество рэперных вещей, которые хочется обсуждать. Но я бы хотел подчеркнуть особо важную роль. Вот Украина, вот Россия. И вот эта парадигма, что те, кто за Украину, те за США, а те, кто против Украины, те против США, она абсолютно ломается. Ее необходимо абсолютно сломать простым этим, что это антиколониальная война. Другое дело, что это война не против неоколониализма, а это война против колониализма 19-18 веков и так далее. Но вот это понимание, которое должно быть, то, что есть антиамериканизм в странах глобального юга, это факт, с которым просто нужно считаться. Но кроме всего этого, есть еще и, скажем так, отдельные фишки, отдельные пряники. Их немного, но есть в Украине эти пряники. Фишка, например, в Украине, и я знаю, что вы занимались этим вопросом, интересовались, это восстановление. Я бы даже сказал бы не восстановление, это строительство новой Украины после войны. Понятно, что, да, будут деньги и международных организаций. Я надеюсь очень сильно, и так оно и будет, что основные деньги будут этой репарации. Это просто так должно быть. И вот тут, может быть, имеет смысл сказать тем же странам юга, ребят, мы понимаем все, но вы тоже можете принимать в этом участие. Мало того, ваше участие в этом восстановлении, в этом строительстве новой Украины поможет вам обрести опыт в строительстве своих собственных стран. В этом смысле можно создать модель, насколько в этом направлении идет работа, и насколько это, скажем так, эффективный механизм убеждения того, что лучше для всех этих стран не сейчас получать сиюминутную выгоду от умирающей империи, а думать на перспективу и думать о том, что они могут участвовать в глобальном проекте, в общем-то, переустройство мира, которое начнется с Украины. Простите за батетику, но я правда так думаю. Ну, если, тут есть несколько, конечно, аспектов. Ну, во-первых, по моему личному мнению, потому что, конечно же, решать будет руководство Украины и в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с «семеркой», но мне кажется, что в первую очередь должны принимать участие в проектах, в глобальных проектах по реконструкции Украины, по «вельгновленню», как мы это говорим по-украински, должны принимать те, кто нам помогает, и это те же самые странные «семерки», в первую очередь. Но тут есть сразу, так сказать, следующая линия, которая не так видна. Ведь Украина, чем она может быть интересна для стран глобального юга? Прежде всего, это продовольственная безопасность. Мы – аграрная страна, мы должны это признать. Наша работа – кормить народ. И с помощью технологий и оборудования, которые могут быть поставлены нам, нашими партнерами, в том числе той же Японии, кстати, у них потрясающая техника и биотехнологии и так далее, мы можем выращивать намного больше продукции, чем то, что мы делаем. И страны, если… об этом президент говорит уже много раз, что в странах Африки создать такие хабы, в которые будет завозиться наше зерно. Зерно – я имею в виду агропродукция. И откуда она может распространяться по странам региона? И если эти страны будут стратегически на нас ориентированы, то есть это будут налаженные долговременные поставки, то для них это же очень хорошо. Они будут защищены от колебания цен на рынках. Это как, знаете, как поставки газа до того, как всемирные рынки еще не были созданы, газа, так вот были трубопроводные, а были спотовые. То есть есть долговременные контракты и есть спотовые. Вот сейчас это фактически спотовая цена. Там захотелось Китай или Индия, они взяли и скупили все зерно. И вы теперь… цены сразу подскочили. Если у нас выстроятся такие отношения с ключевыми странами, там, где вопрос продовольства, или в силу изменений климата, или в силу натуральных причин. Ну вот, насколько я понимаю, там сейчас Нигерия, у нее население растет такими темпами, что скоро эта страна станет одной из самых многонаселенных в мире. И где надо кормить? Где вы возьмете это продовольствие? И вот Украина, как фактор, который готов это делать, был бы для них, безусловно, интересен. То есть они могут быть заинтересованы в том, чтобы мы как можно быстрее разминировали свои поля, чтобы мы могли… нам дали возможность спокойно развиваться, чтобы никакая сволочь, ни восточная, ни какая другая, значит, сюда нам не угрожала. То есть нам нужно мирные условия. Для них это выгодно. Для этого, конечно, нужно быть в курсе того, что происходит, и понимать, что мы согласны на это идти. Но об этом мы и говорим с ними. Если какие-то государства могут поспособствовать в видбудове, так сказать, в реализации каких-то проектов, пожалуйста, мы только за. И таких проектов может быть очень много на самом деле, потому что потенциал Украины, он велик. Он реально велик. Если только мы, а мы после этой войны, я надеюсь, выйдем из нее другими, более, я скажу так, отрезвленные от всяческих каких-то популистских идей, объединенные и с соответствующим интеллектуальным научным потенциалом, то, в принципе, мы готовы, например, те же самые космические программы. Ведь мы их реализовывали когда-то. Когда-то мы это делали из Бразилии, когда-то мы это делали из Китая, но потом в силу разных причин. А если вы спросите меня, то я вам скажу, при серьезнейшем содействии бывшего старшего брата, все это дело было загублено. То есть было сделано все, чтобы мы не стали конкурентом России на рынках, на которых они считают себя. После того, как они последний свой модуль трахнули об луну, я вам могу сказать, на КБ Южном стоит еще один. Потому что это все создавалось когда-то у нас. Но они сделали все, чтобы мы не стали конкурентом. Было очень много разных. И были и люди, которые работали на Россию, физические люди. Были и странные ситуации. Я этим занимался, потому что, когда я работал в Вашингтоне, морской старт, когда вдруг не так срабатывал блок на ракете «Зенит», а блок, который был собран в России. И происходила потеря полезной нагрузки. И когда начинали разбираться, то выясняли, что не мы виноваты, но «Зенит-то наш». Понимаете, таких ситуаций, на самом деле, если глубоко у нас порыться, очень много. Поэтому, если мы, наконец, будем иметь возможность спокойного развития, особенно сейчас, сейчас ведь бумом идет развитие очень интересных военных технологий, касающихся обороны, касающихся применения дронов. Никто лучше в мире не знает теперь, как обращаться с дронами. Посмотрите, что наши ребята делают. Это же просто фантастика, правда? То есть, никто ничего не может их поймать и так далее. То есть, эти вещи, даже не в виде физического экспорта продукции, а в виде ноу-хау, они могут стать основой, в которых могут быть заинтересованы и страны, в том числе, глобального юга. Потому что дроны могут искать мины, а могут рассматривать, изучать, искать природные ресурсы и осматривать поля, засеянные какой-то продукцией или природные ископаемые, или те же самые экологический мониторинг. То есть, на самом-то деле, мирные применения, в первую очередь, важны. Это сейчас мы их приспособили гранатки кидать в люки. А на самом-то деле, это же совсем другая техника. Я к тому, что действительно можно найти такие моменты, когда Украина станет очень интересной. Многое зависит от нас. Но, безусловно, партнерский диалог и объяснение вот того, что вы только что сказали, что мы являемся объектом колониальной войны. Мы сейчас выходим из колониальной войны. Я вот только что, несколько дней назад, был на приеме посольства Мексики, устраивало в честь Дня независимости. Вот я так задумался, стоял, слушал речи. Красивые речи. Очень важная страна. И посмотрел, сколько лет шла война за независимость в Мексике. Вот посмотрите. То есть, это против Испании. То есть, от Испании. То есть, на самом деле, это десятилетие. Мы не хотим тянуть это все десятилетие, но пора уже от этого кабалы избавиться. Раз и навсегда. Потому что, ну, извините, осточертело. 370 лет. Сколько же можно находиться в этих условиях? Вот мы им пытаемся это объяснять. Очень тяжело. Но начинают слышать. Поверьте. Начинают слышать. Мы это видим. Мы это видим по реакции. Да, они все еще продолжают кивать в сторону России. Но наши усилия, усилия дипломатов, усилия президента, который говорит с этими, с главами этих государств, которые мы пытаемся постоянно, так сказать, как можно ближе к этим странам обратиться, оно дает результаты. Не зря мы имеем 140 голосов в ООН, не зря мы видим визиты в Украину из далеких стран. Некоторые впервые. И это все свидетельство того, что приехал президент Южной Кореи, сейчас приехал президент Португалии впервые. То есть, это все вещи, которые даются серьезным трудом и вот этим самым месседжем, бесконечным объяснением ситуации и демонстрацией того, что российская пропаганда – это пропаганда. А то, что мы говорим, это реальность, к которой желательно прислушиваться. И время так, это кошмар, поэтому я себе не прощу, если я с вами подробно не поговорю о саммите в Кэмп-Дэвиде, потому что о других вещах. Вообще у нас аберрация близости, конечно же. Мы все еще… Интернет, он ее здорово прорвал, но не до конца. Потому что мы все еще думаем, что вот мы живем вот как-то вот в Черноморском регионе, в Европе, ну, Ближний Восток рядом, ну, а Дальний Восток, ну, это же очень далеко. Хотя кому как, кто-то там сейчас находится, но… Мы же говорим с вами. Я уже не говорю там про Африку и Латинскую Америку, это вообще какая-то экзотика особая. Итак, саммит в Кэмп-Дэвиде. Впервые США, Южная Корея и Япония встретились. Встретились для того, чтобы дружить против Китая? Ну, начнем с того, что в первую очередь против Северной Кореи, конечно. То есть, непосредственная, каждодневная угроза исходит от Северной Кореи. И когда в Северной Корее они праздновали потрясающе, это было сформулировано, победу в Корейской войне 70 лет, не так давно, да, в августе. Ну, в результате этой победы они потеряли 4000 квадратных километров, но они считают, что это была победа. На самом деле, это просто окончание Корейской войны. Так вот, когда парад устроил Ким Чен Ын, и вот на параде он демонстрирует запрещенное решениями Совета Безопасности ООН оружие, в том числе интерконтинентальные баллистические ракеты. И при этом присутствуют два представителя двух государств Совета Безопасности ООН, и они спокойно взирают на визуальное нарушение решения Совета Безопасности ООН. Что это такое? Я догадываюсь, какие это два представителя государства. Россия, Китай, какие. В Шойгу приехал и член политбюро из Китая. То есть, это не так все просто. Впервые министр обороны Российской империи приехал в Северную Корею. И они опять сейчас попробовали запустить эту ракетку, она у них развалилась. Слава Богу. Но в Японии, на Окинаве была объявлена сирена. То есть, была ракетная угроза, потому что они стреляли в этом направлении. То есть, я хочу что сказать. Это непосредственный угроз. Конечно же, второе, это Китай. Китай, и опять же, если бы постоянно, сейчас не происходили, это каждую неделю. А или флотилия российско-китайская вдруг начинает ходить вокруг японских островов. То какие-то самолеты китайские залетят, то в Южно-Китайском море береговая охрана Китая начинает в территориальных водах Филиппин поливать филиппинских рыбалок из бронзбойтов, отгоняя их, утверждая, что они на их территории. На самом деле, это не так. То, значит, еще какие-то заявления какие-то странные происходят. То есть, если бы не все это, то не надо было бы координировать совместные действия. Но сейчас ничего такого на первый взгляд эпохального не произошло. На самом деле, три государства договорились. Во-первых, этот форум становится ежегодным, регулярным. Во-вторых, будут подобные встречи, будут происходить на встрече советников национальной безопасности, министров обороны, иностранных дел, промышленности и так далее. То есть, они будут координировать в треугольнике практически все аспекты, ключевые аспекты безопасности и экономики. И, как вы понимаете, первая экономика мира, третья экономика мира и десятая экономика мира с таким технологическим потенциалом, это очень круто, это очень важно. Конечно, это еще касается контроля над производством чипов и над их поставками в Китай. И, кстати, очень много лет Китай приглашал Корею и Японию к созданию трехсторонней зоны свободной торговли. Вот тут тоже очень странная история. На самом деле, они являются уже все вместе стороной региональной соглашения по свободной торговле, которой подписали 15 стран региона, это было, по-моему, в 21-м году. Но, на самом деле, то соглашение, которым Китай очень гордится, считается, что это именно они его продвинули. Так вот, на самом деле, там степень открытия рынков и она очень низкая. И, на самом деле, оно не приводит к каким-то кардинальным изменениям в региональной торговле. Так вот, Китай приглашал Корею и Японию к серьезной зоне свободной торговли, потому что Китай прекрасно понимает, что ему это очень выгодно. стоимость рабочей силы на тот момент в Китае была меньше. Китай производит гигантское количество продукции, которую он может через свободную торговлю поставлять на рынки этих стран и как бы увеличивать свое присутствие. Не состоялось. Так вот, это, с моей точки зрения, трехсторонняя встреча, она ведь официально была сказана, мы не против кого не собираемся дружить. Но это определенный ответ на угрозу Северной Кореи и на вот эти попытки Китая построить в регионе свои отношения с ключевыми экономиками. Между прочим, совершенно не исключено контакты между Китаем, Кореей, Китаем и Японией. И, кстати, на 20-ке, по-моему, они собираются или в Индонезии, нет, в Индонезии, по-моему, премьер-министр Японии с премьер-министром Китая. Туда поедет не Си Цзиньпинь, а Перемьер. Будет встреча, скорее всего. Но пока вот сейчас Китай объявил, например, о запрете прекращения закупки японских морепродуктов в связи со спуском воды с Фукушимы. Абсолютно популистский шаг. Никакая сейчас вода с Фукушимы никак не влияет на японские морепродукты. Это теоретически в будущем при очень жестком мониторинге можно выявить появление каких-то отклонений на микроны от показателей, но нет никакой необходимости. Но такой шаг сделан. Это вот все к чему? Эта вся напряженность никому не нужна, но она создается. Она создается сознательно. И ответом на это была такая демонстрация, что США подтверждают все свои обязательства в отношении Кореи и Японии. Япония и Корея подтверждают свои обязательства в отношении Соединенных Штатов, потому что они тоже существуют, но их трехсторонняя договоренность никак на это не влияет. Но дополняет это тем, что теперь, когда внимательный глаз трех стран, которые смотрят на Северную Корею, на Китай, видят угрозу, они будут одновременно получать эту информацию и координировать между собой любую реакцию на такую угрозу. Соспособствует ли это региональной безопасности? Безусловно. Особенно это касается Южной Кореи. В Японии меньше, но и в Японии тоже, ведь не зря же она увеличивает резко в два раза в ближайшие теперь уже четыре еще года, пять лет, это было в прошлом году принято, оборонный бюджет. И не зря существует договоренность о разработке США и Японии противоракетных систем, против гиперзвуковых ракет, и поверьте, они это сделают, и Япония с Британией и Италией нового многоцелевого самолета военного. Все это не случайные вещи, Япония давным-давно этим не занималась, но сейчас она вынуждена это делать, потому что есть угроза, и эта угроза реальна, и раз она есть, значит с ней надо бороться, и Россия, действия, я скажу, не самого Китая, а России и Китая совместные, они очень способствуют тому, что в Японском руководстве существует понимание, это надо делать. Ну, а еще раз, то, что Соединенные Штаты, конечно же, очень приветствовали такое трехстороннее объединение, с 15-го года в Кем-Девиде ничего не проводилось, а это же историческое место, да, и вот там прошел такой саммит. Его считают, что это очень-очень важный шаг вперед, над ним надо работать дальше, его надо развивать, но в принципе это определенный ответ на вот эти два таких угрозу реальную, которая буквально существует на сегодняшний день, и теоретическую угрозу, которая существует в связи с демонстрацией силы, абсолютно ненужной, но она есть, с ней надо как-то обращаться. Вот буквально вчера опять Япония выслала истребителей, чтобы перехватить китайские самолеты, которые там полетели в сторону не то Окинавы, не то Сенкаку. Чего они туда полетели, я объяснить не могу, но Япония на это реагирует соответствующий вопрос. Просто живя в стеклянном доме нельзя кидаться камнями. Это я про сотрудничество с Россией. А Россия это та страна, которая грубейшим образом... Я скажу еще одну вещь, я недавно дал интервью центральной газеты китайского комсомола по поводу... Такое тоже есть, правда, я не знаю, опубликуют, даже корреспондент не знает, опубликуют его или нет, но ответ если что, я опубликую сам. Видимо, я там не очень корректные вещи говорил, но мне можно Яблогер. но я думаю, что центральным местом все-таки во всей этой истории является убеждение, отрыв Китая от той самой империи зла Ройалти Рональду Рейгану, которая в общем-то вредит всему миру и в том числе и Китаю. Но в случае Народной Победы это произойдет. я всегда и об этом писал, между прочим, и я этого никогда не скрывал, что я считаю, что Китай это государство, которое способно проводить другую политику, оно способно провести анализ и не марать свои руки и свой мундир и свою историю сотрудничеством со вселенским злом. Это должно быть четко и понятно. к сожалению, еще раз, вот это, начиная с Трампа, понимаете, тут надо, нельзя, вы правильно говорите, живя в стеклянном доме, но одновременно есть и другие вещи, нельзя не учитывать азийскую чувствительность к истории и к многим моментам. Давайте вспомним, сначала Трамп пригласил Си Цзиньпиня в свою вот эту играть там в гольф, да, и вот он его приглашает играть там в гольф, и они семьями сидят за столом, и в это время Трамп уходит из-за стола и возвращается через там минут 10 и говорит Си Цзиньпинь, вы знаете, я только что дал указание, чтобы там агавками расхорячили Сирию. И вот понимаете, как себя должен чувствовать Си Цзиньпинь в этой ситуации? Ну, то есть, либо не говори этого, либо, ну, как-то, да, он себя не чувствует равным, ну, окей, ладно, это проглотили. Потом, что происходит дальше? 2017 год, 2017 год, Си Цзиньпинь приглашает Трампа с государственным визитом. Я детально изучал этот, вот этот период, этот визит, и читал статьи участников этого визита, в том числе Макмастера, то есть, тогда советника по национальной безопасности. Что там происходило? это был феерический визит с парадом, с посещением этого города закрытого, то есть, с вещами, которые в Азии являются высочайшей степенью уважения, то есть, как бы, Китай показал Трампу, что Китай хочет быть Соединенными Штатами другом, и мы вас так принимаем, то есть, это идет демонстрация. Что происходит через год? Трамп вводит против Китая абсолютно валютаристическим способом торговые пошли. Вы знаете, какой это удар, так сказать, по азийскому видению мира? И то при этом, я помню, Си Цзиньпин еще старался это все дело сгладить, потому что ему было очень невыгодно с точки зрения внутренней политической ситуации в Китае получать оплюхи от США. Но потом все это выродилось в том, что началась дипломатия волков. Это уже помните, когда все послы Китая вдруг начали агрессивно, открыто выступать против США и против Запада. Это все не случайно, потому что это развитие событий, европейцы и то с трудом пережили этот период, когда Трамп их унижал в НАТО, когда вспомните на семерках как он себя вел, но нельзя так с Китаем. Китай это большая страна, очень важная страна, это мощная экономика, нельзя себя так вести, а это случилось. В Азии к этому плохо относится. Когда ты сделал шаг в сторону вот этой риторики, уже обратно вернуться очень тяжело, потому что коммунистическая партия Китая, ну она же коммунистическая, она не капиталистическая, поэтому и Си Цзиньпинь является реально коммунистом, то есть это не тот священник, который не верит в Бога, это тот коммунист, который коммунист, и поэтому все это, может быть, есть еще другие факторы, но как-то так сложилось, что в результате напряженность возникла, которая теперь уже как бы ситуация ушла не в то русло, в которое должна была уйти, и когда избрали Байдена, то опять же я же помню, что сначала были такие как бы примирительные, а потом опять были негативы, и потом вот эта история, а теперь война, и как бы ковид, и вспомните, как Китай яростно доказывал, что это не он виноват, и что кто виноват, какая-то американская команда бейсбольная, или какая-то, которая туда начнет прижать этот вирус, то есть вот эта вся история, и дальше лидеры стали заложниками собственных заявлений. Все это привело к тому, что теперь вокруг Тайваня идет пока рубка, и Китай пытается продолжать стоять на позиции абсолютно справедливо, что с Китаем так нельзя, с ним надо разговаривать, и разговаривать так, как это принято с учетом чувствительности государств Азии к прошлому, которое не во всех случаях, мягко говоря, выглядело цивилизованным со стороны бывших империй европейских, и они все это помнят, понимаете, я, известная история, когда премьер Британии приехал в Китай с Лацкани у него был мак красный, а это было 8 мая, он приехал демонстрируя память о погибших во второй мировой, а Китай воспринял это как намек на опиумные войны, понимаете, такие вещи, да, это классика протокольных провалов различных государств, как когда во Франции делегация Ирана требовала, чтобы в Урале со стола вино, во Франции вино убрать, понимаете, ну, это такие вещи неизвестные в нашей практике, но я просто хочу сказать, что есть нюансы, которые нужно учитывать, и если вы ведете себя как стол в посудной лавке, то результат будет нехороший, так вот, сегодня, к сожалению, вот это все надо бы отмотать назад, надо бы, чтобы произошел процесс взаимопримирения и понимания, что да, мы тут погорячились, вы тут погорячились, давайте сделаем шаг назад, потому что мы с вами ответственны за то, что происходит в мире, а потом будем выдвигать вам условия, такие-сякие, я думаю, что Россия благополучно загнется, даже если пока Китай будет с ней поддерживать некую видимость стратегических отношений, я не думаю, что Китаю выгодно, чтобы эта война продолжалась долго, мне кажется, что они тоже ищут путь к тому, чтобы найти выход из этой ситуации, но такой, который устроит всех, в том числе, сохранить лицо Китая, который еще 4 февраля говорил, вы помните, исторический визит, значит, на 20 страниц декларация была принята, значит, с Россией, и тут через 20 дней войны, то есть в китайском понимании сейчас отмотать назад, вы же не можете эту декларацию убрать, и как бы нехорошо, надо сохранять лицо, а как это лицо сохранять, вот это все сложно, поэтому я думаю, что сейчас в Бейдахе уже заканчиваются размышления китайской элиты, как это они делают каждый год, и вот в сентябре-октябре на очередном пленуме ЦК КПК мы узнаем о том, что они придумали и что будет, и посмотрим, состоятся ли встречи на высшем уровне между Китаем и США, Китаем и Японией, и к чему это все будет, идет, потому что уже пора, пора решать, потому что выборы в США, выборы на Тайване, выборы в Индии, и даже страшно сказать в Российской Федерации. Тедовищно я перебрал со временем и отнял у вас время, мне очень стыдно, но так получилось. Я не вижу, что он стыдно. На всякий случай напоминаю всем нашим зрителям, что Украина это не США. И я думаю, это главный вывод из этого всего. И я думаю, что каждая страна она может сегодня увидеть в Украине шанс для того, чтобы построить свой какой-то, свою какую-то конструкцию современного мировидения и так далее. От таких очень крупных, как Китай, от таких, в общем-то, очень компактных, как страны Южного Кавказа. Огромное вам спасибо за очень-очень интересную беседу. Спасибо. Рад вас видеть. Держитесь. Слава Украине. Героям слава.